Всем большой английский футбол, дорогие друзья! Вы смотрите FIFA прогноз, очередная серия. Роман Полинсков, Александр Дегтярёв, Саня, здорово! Давно не виделись. Давненько не виделись. Итак, с Альпинистского полуострова мы переезжаем на Туманный Альбион, где будем играть один из центральных матчей следующего тура. Это Ливерпуль-Тоттенхэм на стадионе Энфилд. Итак, давай перейдем к букмекерам. Да, на стадионе Энфилд-Роуд сегодня будут играть Тоттенхэм и Ливерпуль, прошу прощения. У него просто МЮ головного мозга, не обращайте внимания, друзья. Все в порядке. Букмекеры считают Ливерпуль фаворитом, хоть и неоднозначным. Ставка в целом колеблется от 1,96 до 2 с чем-то. Например, марафон дает на победу Ливерпуля 2,07. Ну а на Тоттенхэм особо букмекеры ставить не хотят. И тут котировки в целом от 3,40 до 3,75. Ну и в целом здесь, как и в прошлый раз, букмекеры считают, что в матче должно будет забито больше двух мячей. Ну в целом я с ними, наверное, согласен в большей степени. Я думаю, да, тоже то, что в этом матче мы забьем больше двух мячей, потому что это АПЛ-ка. И потому что это КИФА. Это один из скоростных, можно сказать, чемпионатов в мире, которые есть. И я почему-то не понимаю, почему, допустим, 1хбет и Винлайн дают 3,72 и 3,45. Соответственно, на победу Тоттенхэма. Хотя там играет такая звезда, как ты. Ну в целом я бы хотел сказать, что Ливерпулю в этом матче побеждать обязательно нужно. Потому что не так давно они проиграли Свонсу, последнему месту чемпионата, а со счетом 0-1. И в том матче они владели преимуществом абсолютнейшим. Но вместе с тем моментов создано было мало и реализация подвела. Ливерпуль проиграл. И сейчас, как никогда, нужно доказывать своим болельщикам свою состоятельность. То, что команда может победить команду сильнее, ну не сильнее, но того же уровня. Тоттенхэм для меня все-таки это команда одного уровня с Ливерпулем. Ну и турнирная таблица говорит о том же тренинге. Ну я думаю, что Ливерпуль сможет пережить расставание с Каутиньем. Да, Ливерпуль без сомнения сможет пережить это расставание. Потому что в этом сезоне Фил не так часто был за игром. Потому что у Каутини была травма, а потом он от нее долго восстанавливался. Ну и в целом очень сильно хотел играть за другую команду. Вы сами знаете за какую. Он в нее перешел. И Ливерпуль теперь будет справляться как-то без бразильского футболиста. Ну а вот это все мы сейчас посмотрим. Это как английская премьер-лига. Ливерпуль-Тоттенхэм на стадионе Анфил. Поехали! Итак, ну что ж. Вот наши составы команд. Я сразу же убираю из своего стартового состава Каутини, потому что его в этом клубе больше нет. И на его место я поставлю человека может. МРМ может. Человек всегда может. Начинаем, дорогие друзья, этот шикарный матч английской премьер-лиги. Ливерпуль с мячом. Поехали! Сразу же делаем в атаку. Потому что я на самом деле люблю атакующий футбол. Несмотря на то, что я в болельщик Милана и сборной Италии. Где предпочитают самое истинное Катеначо. У нас тут вообще сейчас льет дождь. И поют You Never Walk Alone. Ты никогда, Волк, один, Нинокий. Ой-ой-ой! Уже на первых минутах мог быть бы гол. Но не надо, не надо, не надо. Че не надо? Вспомни прошлый матч. Когда два пенальти было. Да, защита у Тоттенхэма на самом деле достаточно хорошая. Я ее до сих пор не могу пройти. Но у тебя центр поля такой сильный, что я за него выйти-то не могу. У тебя полузащитники останавливают каждую абсолютно мою атаку. И даже Харри Кейн Я не может убежать. Ну вот сейчас он что-то пытается сделать. Ну вот дошли до ворот и... Нихуду вам! Первый момент и гол. И че за плюха? Первый момент и гол. То, что я люблю, Шара. Я вот люблю Фифу за то, что ты всегда вот будешь 100-500 раз бить по воротам соперника, не забьешь, а он один раз ударит по твоим воротам, и это гол. Я не понимаю, почему Миньоле не прыгнул, потому что до мяча ему осталось примерно сантиметров вот столько. Ноль. Потому что, ну серьезно, он мог спокойно этот мяч забирать, но этим славятся эти известные бельгийские вратари. И если Ливерпуль не укрепит вратарскую линию в ближайшие год-два, то чемпионства им, я думаю, не видать. Александр Дегтярёв забивает второй гол в этом матче. Ну, даже неинтересно забивать такие голы, потому что, ну это защитницкий гол, сугубо. Это фифашный гол, сугубо. Я не знаю, чем занимался Милнар, потому что вот здесь этот мяч он должен был забивать. А вот и Милнар в обороне. Ну куда, ну куда, ну куда ты, ну куда ты бьешь? Второй тайм, Тоттенхэм впереди 2-0, но я думаю, счет будет 3-2 в пользу Ливерпуля. И удар должен быть, и где же гол? Александр Декеров делает дубль в этом матче. Браво. Ну, это я, когда, собственно, нет. Тут Льорис решил побегать. И он его держит руками, ты видел? Че происходит? Я не знаю. Опять Мирошниченко. Да ты достал, а. Ну, он делает грязь уже. 4-0. Это был раскат, это был раскат. Старич на фланге, когда мы такое увидим. Ломой вон спортсмен, нет. Пенальти. А кто пить-то будет? Старич или... Гермино. Или Дели. Бол! Хотя бы один, но гол. Гол, гол, гол. Да. Я все-таки умею играть в эту игру. У нас сегодня вечер некрасивых голов. Да. Впрочем, как неделю назад. Да. Как, например, сейчас. И делает 5-1. Не делает 5-1. Я думал, ты выйдешь. Да. Собственно, как-то оно вот так. 4-1. Я не согласен с этим исходом абсолютно. Тут скорее просто кто-то дырявил в обороне. Ну, в реальной жизни такого, я думаю, не произойдет. И если уж такой счет мы увидим, то зеркально противоположность скорее Ливерпуль не играет с таким счетом. Ну и в целом мне хотелось бы оставить на победу Тоттенхэма просто из-за клубных предпочтений. Ну да. Я тоже не согласен с этим счетом, потому что это просто нереально 4-1 проиграть Тоттенхэму на своем же поле, на домашнем на Энфилде. Джерард просто вот так вот сидит и говорит, что это было? Почему так? И слава богу, что я ушел из этого клуба. Ну, как показывает наш прогноз, будет победа именно Тоттенхэма. Ну, в целом Тоттенхэм может выиграть, бесспорно, конечно. Нельзя это не допускать. Но я думаю, что счет такой не состоится ни при каких раскладах. Должно произойти что-то ужасное. Встать пятый вратарь Ливерпуля должен в рамку, чтобы Тоттенхэм смог забить 4. Ну да. Поживем увидим, посмотрим этот матч. Пишите в комментариях, друзья, какие матчи вы хотите, чтобы мы еще просимулировали. Если будут какие-то интересные идеи, мы обязательно их тоже реализуем. У меня, например, есть идейка, что было бы, если Италия бы попала на чемпионат мира вместо Швеции или вместо Испании. Это мы тоже обязательно смоделируем как-нибудь. Александр Дегтянов и Роман Полинсков симулируют для вас этот матч. Еще увидимся. Ну, увидимся ему с этим. На следующей неделе там будут тоже очень интересные матчи. Пока! Пока!